здравствуйте уважаемые трейдеры и 2 инвесторы с вами на связи виталий кухта кухта капитал как всегда у нас по пятницам программа открытый микрофон мы делаем обзор рынка обзор основных инструментов ключевые уровни торговые рекомендации если они есть мнение по рынку да какие-то новинки и так далее прежде чем начать наш обзор хотел сделать небольшой опросник среди на тех кто нас будет смотреть по поводу битвы трейдеров напомню что я выступаю трейдеров по понедельниками и средам мы с артемом взяли перерыв отпуск на этой неделе и должны продолжить с понедельника и у меня будет вопрос напишите в комментариях полезно ли вам данная битва пользуетесь ли вы данными рекомендациями которые которые даю я или просто смотрите ради удовольствия до формате кто-то смотрит данная условно на бокс как вид спорта да кто-то ставит ставки аналогично здесь если в комментариях будет слава интерес то в принципе не есть вариант данную битву отложить до осени до делать этим летом такой там на тайм-аут отдохнуть потому что достаточно много было побед в принципе все кто смотрит и видит мои победы так и на сайте кухня питала я иногда выкладываю аналитику по этим битвам расписываю так далее можете посмотреть и так далее поэтому буду читать ваши комментарии продолжаем пишите торгуете ли по данным рекомендациям или просто смотрите или интерес чтобы я понимал если смысл дальше продолжать этим летом или вы хотите отдохнуть и продолжим летом точнее осенью возможно осенью я запущу новый проект скажем формате скажем не битвы трейдеров что-то более интересное формате трейдинг за стеклом такой начальный начальный проект посмотрим получится ли запустить там начале сентября этом октябре ну в таком формате это будет онлайн трейдинг и так далее я думаю что то более интересно нежели битва трейдеров голосуем и будем дальше решать слово последнее за мной я посмотрю уже что и как сейчас перейдем к анализу рынка давайте начнем с валютного рынка у нас сегодня будут валютные пары несколько нефть золото smb500 bitcoin и так давайте начнем с евро доллара что по евро кто смотрел мою прошлую битву точнее обзор по евро доллару я советовал прошлую пятницу это в этом сегменте вот здесь шарки евро доллар я говорил или стекущих мы будем падать или будет более глубокий откат и потом вниз в принципе откат произошел неплохой евро немножко снизилась ну не то что я ожидал поэтому после то после такой реакции что евро становилась на скажем вот на этом уровне в районе там 1 12 я на этой неделе точнее во второй половине этой недели я переключился по евро к планам я вышел с шартов как мы знаем я на прошлой неделе на битва и шар ты его не давал да здесь мы покупали евро здесь или и так далее но сейчас у меня что сейчас что произойдет по евро я больше склоняюсь к лангам то есть среднесрочным вот таком формате давайте нарисую что я ожидаю я ожидаю что мы или с текущих или это альтернатива с перелом среды не исключая переломку за прошлой неделе вот этим 1165 идем наверх но я пока больше больше думаю что уйдем сегодня наверх с целями 114 дальше 115 и вот такой более длительной перспективе один там 18 можно 120 по евро доллару скажем это тот основной сценарий который я не исключаю что я ошибаюсь и как я уже сказал евро пойдет немножко выносить вот эти минимумы которые у нас образовались в районе 1 12 11 65 и потом уйдем наверх это второй сценарий 3 если уже конкретно ошибаюсь очень сильно вниз поэтому покупки стекущих они рискованные и поэтому более консервативно я могу посоветовать это подождать чтобы сегодня у нас что пятница до закрылся хороший бычий бар если он сегодня не закроется уже с понедельника чтобы мы сломили вот этот нисходящий такой локальный тренд мечен синие линии если мы его сломим это будет обычный пар хороший на откате это можно будет искать закроемся дальше на откате возможно искать покупки это будет более надежная посмотрим как будет формироваться сегодня дневной бар и там же с понедельника если все-таки там посмотрим решим по поводу битвы с понедельника я там что там более конкретной рекомендации поэтому следи возможно я в комментариях что-то напишу по евро доллару когда мы будут выставлен скажем ролик запись я уже буду следить за евро долларом более подробно поэтому два сценария волос текущих немножко мне не нравится или уже с более сильным подтверждением это то что я думаю по евро доллару мне очень вот эта картинка которая у нас сейчас вот здесь а конкретно вот здесь вот вот этот кружочек маленький он не напоминает вот эту штучку помните кто смотрел битву трейдеров за май май я советовал вот в этой зоне в этой зоне как на битве так и на обзоре советовал покупать евро среднесрочно с целями 110 мы их вот выполнили и как пройдем 1 10 сказал что у нас полет вверх вертикально возможно там брендом 1 15 принципе мы это сделали здесь очень похожий паттер который рисуется здесь чуть-чуть там был лучше но возможно еще здесь не доформировался этому вот такие рекомендации мне по евро доллару принципе по всем валютам у меня аналогичная рекомендация на ослабление доллара ну давайте пройдемся ну франк не будем трогать зеркальный евро шорт дальше фунт доллар здесь я склоняюсь тоже среднесрочным у нас рисовался неплохой вот здесь импульс по фунту и сейчас самое главное найти какую-то коррекцию возможно импульс еще продолжится дальше будет коррекция и так далее пока каких-то идеальных точек не вижу не исключая стекущих он но вы слабенький я такой не люблю торговать формате сейчас лонг секущих возможно еще с выносом какой-то шпит и так далее вы нас и потом наверх пока я по фунту его не торгую но среднесрочная его вижу в лон дальше аналогично австралийский доллар принципе неплохо отработал я советовал ребятам присмотреться к лангам возле нижней границы 0 6830 напомню еще на прошлых битв на прошлых обзорах я советовал шарки кирс риски доллар сверху верхней границы я показывал работа с учениками которые то есть мы в закрытом клубе работаем он принципе шорт работался дальше мы следили за реакцией на нижнюю границу вот в принципе поэтому по австрийскому доллару аналогично новозеландский доллар он еще лучше вырос я ожидаю прострела наверх пробою вот этих всех хаев которые есть возможно через какую-то коррекцию в таком случае сейчас картиночку покажу вот у нас австрийский доллар то что я показывал 30 июня ребятам закрытом клубе так вот это евро доллар который я делился позавчера говорил олана мы обсуждали евро доллар очень за ним следили по той причине что ребята некоторые шарки его вот здесь они заработали там около 30 и 40 пунктов не сильно широкий диапазон был точнее точки входа уже показывает где-то пониже поэтому я говорил присмотреться к лангам и в принципе вот наталья мой ученик она здесь и шортила и покупала евро доллар там после выноса вот этого небольшого пин барчик вы на часах красивый сейчас я покажу уровень смотрите красиво было здесь вот пин бар вот этот 1 июля и после этого пин бара здесь она шортила утром после пин бара была хорошая покупка уровень был обозначен неплохо здесь заработали здесь были и стопы у меня тоже здесь покупал кстати небольшие стопы потом я перезакупался и скажем неплохо вот здесь часть скинул по евро доллару уровень там один 13 вчера возле вот этой трендовой я вчера практически 70 процентов скинул она сейчас буду сказать точки входа надежные для покупок если нарисуется я буду закупаться пока стекущих к ситуации сложно так картиночки да то есть это евро доллар и вот новозеландский доллар аналогично нижней храницы я об этой границе говорил уже давно стоит присмотреться к покупкам дальше канадский доллар аналогичном снижение доллара ожидаю что у нас будет здесь хорошее снижение возможно на обновление 133 то что я ожидаю ну посмотрим рынок и сегодня рассудит все инструменты я торговать понятно не буду поэтому такое мнение мне по канадскому доллару шорт стекущих возможно мы еще подрастем вчерашним хаям плюс-минус следующий обзор доллар и иена аналогично думаю что здесь возможен шорт чуть-чуть его поднимают наверх принципе дневка вчера неплохо закрылась вы нас был вчера небольшой на фарма и в принципе аналогично как по другим инструментам ожидают снижение нужно быть осторожным потому что есть здесь нюансы которые по всем парам и обломать всю картинку поэтому я пока лично скажем очень осторожен с этими инструментами трогать небольшим объемом то есть это что касается валютного рынка пока все против доллара индекса доллара в принципе его не будем но такая картинка поэтому то что мне интересует это евро доллар остальные я скажем так постольку поскольку торгую евро доллар буду ждать я в принципе на нем на лангах неплохо заработал часть у меня висит покупочки и буду ждать дополнительного сигнала на покупку по евро доллар сейчас придем к рынку черного золота желтого золота да и индексов и криптовалюта и так нет по нефти достаточно сложная ситуация для меня пока я пытался на этой неделе шарпить нефть выходил по безубытку даже получал небольшой стоп лосс но скажем на шортах я имею ввиду но вот прошлая неделя в принципе я неплохо скажем заработал говорил о возможных шартах вот здесь на откате зарабатывал в этих диапазонах и сейчас я пытался думал у нас вот это был заходной импульс коррекция да и мы уйдем вниз но здесь мне не нравился вот этот выкуп который был 29 июня и 25 достаточно сильный и он говорил о том что здесь шарты в принципе очень рискованно но небольшим объемом возможно было шарпить в данном диапазоне что на текущий момент у нас не что мне не нравится у нас здесь достаточно сильный тренд идет вот в тренде моего пока сломить не можем есть у нас сильный уровень по нефти марки light 40 40 ну то можно взять 40 50 40 60 плюс минус несколько десятков центов и что сейчас текущих если мы все-таки будем пробивать вот этот уровень 40 40 можно скажем ставить эту ложку на пробой байбе байстов с небольшими стопами почему потому что могут как вчера допустим немножко там пытались пробить уровень но никак не смогли поэтому чтобы не зацепили от ложки потому что их сильно вниз поэтому уровень ключевой 40 40 работаем или на пробой или скажем я не исключаю сегодня шорт и это будет шорт или локальный какой-то к этому тренду синий синий тренд отмечен или мы будем проваливаться и ломать я пока сложно сказать не так картина который ожидал здесь нарисовалась но есть уровень мы пробуем от него работа если не получится сейчас пробуем шерсти срабатывать стоп идет на пробой переворачиваемся покупочки и работаем он потому что здесь если будет прострел в принципе мы пунктов 300 400 500 можем хорошо дальше что касается черного золота пока у меня такой есть уровень причем я от него буду плясать золотом по золоту в прошлую пятницу так что это у нас было прошлой пятницы 26 июня я говорил о шортах на по золоту вот вот у нас был уровень 1765 шорт отработался но не тот который ожидал мы ушли в принципе неплохо 170 пунктов 150 плюс минус можно было забрать снова мы ударились в трендовую и откупили я шаркил шардели мои ученики и скажем по безубытку нас закрыла почему я даже не фиксировал часть прибыли я здесь пытаюсь словить пока неудачно вышла по безубытку вот этот шорт разворот золотом я уже говорил причина и он пока не идет даже позавчера я тоже скажем рассматривал шорт подписал ребятам во первых у нас я уже говорил что сантимент у нас по перекупленности золота но я не исключал какие-то более глубокий более глубокий рост где-то в районе 1800 то есть вот я вчера писал вчера писал ребятам по золоту это фьючерс на золото бирже комикс дневная дивергенция здесь очень хорошая и у нас четырехчасовая дивергенция были технические индикаторы плюс скажем паттер на который я рассматривал что будет делать ложный пробой вот этого хая у нас хай который был на на прошлой неделе 1780 позавчера мы сделали ложный пробой и снова прокатились вниз практически 200 пунктов снова мы откатили к этому уровню поэтому с текущих остаюсь медведем пока по золоту не исключаю что у нас был в принципе вчера то есть в среду точнее сильный импульс них вниз разворотный но снова вот это мне не нравится вчера так выкупили вот очень похоже как на прошлую поэтому не исключаю что я снова ошибаюсь нужно быть осторожным но я скажу хочу словить вот этот долгосрочный разворот по золоту конечно можем еще несколько перехаев локально сделать сильно вверх не вижу там делать по 1800 с копейкой да потом я думаю здесь должны хорошо всех засадить и мы улетим как я указывал здесь на картиночке целями 1650 и 1460 это как минимум я думаю что еще ниже будем уходить по золоту конечно какими-то откатами но такой сценарий я по нему жду дальше индексы давайте прежде чем приступать к индексам пойдем койну индексы ставим на десерт по биткоинам ждая его шорт пытается они пробить 9000 никак не получается в прошлом деле закрылись как-то немножко хотели и снова вчера хорошо скинули ожидая что дальше будем пробивать 9000 и падать в район там восьмерки возможно семерки по биткойна что дальше будет уже я буду наблюдать по данному инструменту принципе все шорты которые давал в районе 10000 они неплохо отработались ну конечно не сильно там всего 10 процентов ну это если учитывать кредитное плечо которое трейдер могут брать биткоин разные причем 10 процентов можно было превратить и в 30 50 и 100 процентов на движение если зайти с коротким стопом с валеным риском в принципе можно было неплохо заработать на этом снижении и если кто-то удерживает есть потенциал снижение по биткойна поэтому пока я не бить последнее время до вышел вот этот халвинг да у нас какого там 12 мая после этого я так и подозревал что будут разводить вот эту толпу все там будут покупать биткоину с ростом конечно я его не исключаю это рынок дальше переходим к индексам прошлом обзоре говорил что ждаю шорт индексом немножко там отпадал но вот это все такое корявенькое что индексы снк 500 индексы снк 500 до джонс аналогично здесь вот эта коррекция мне она непонятно это шортовая индекс nasdaq более красивый он чуть ли не каждый день делает новый перехай мы снова сумели закрепиться выше 9 740 ключевой уровень хайф февраля плюс тренд у нас мы смогли выше этого закрепиться и все время новый и переписывать что хочу сказать по индексам снк до джонс принципе можно скажем использовать очень агрессивные я бы так сказал очень осторожные шарты с текущих со стопами за это это в районе там условно там 300 нас там 303 145 вот здесь шорт со стопом за вот этот хай который был показан в июне с надеждой что мы будем отсюда падать очень сильно я в принципе там с общался скажем со своими знакомыми трейдерами которые скажем делают там долгосрочные разметки разметки по СНП до джонс в принципе мы не исключаем вот этого перехая который у нас был в феврале по СНП 500 там с хорошим перехаем это 3400 уровень мы возможно перепишем очень хорошо его что мне смущает сейчас на рынке индексов данные по сантименту эти данные по сантименту за 24 июня вот это данные с американские компании трейд фьючерс . ком они опрашивают крупных трейдеров хедж фондов управляющих и так далее не мелких трейдеров по ожиданиям американского рывка да там до джонс все они видят скажем только рост это нам говорит о том что первое рынок сильно перед лет вот мы сейчас находимся на отметке 57 3 ну это данные за 24 июня то есть мы практически подошли к максимум который у нас были в январе октябре то есть мы помним что было в январе то есть индекс доу джонса обвалились на 30 процентов сейчас у нас аналогично идет сильная перекупленность то есть это не просто перекупленность там каким-то техническим индикатором стахасиками тогда это перекупленность по реальным трейдером которые покупают длинную сидят на это стоит обратить внимание конечно это не является даже сигналом прям сигналом к шортам это является скажем первым сигналом к шорту а второе это уже нужно смотреть на паттерны которые вы используете как трейдер которые я использую пока для меня есть в принципе потенциал на шорт после 500 доу джон но он не тот который я бы хотел видеть и понятно и зайти с коротким стопом поэтому вот используя вот эти данные я в принципе буду присматриваться пока для меня вот этот шорт о котором я говорил он очень рискованный я буду я сказал достаточно такой приличный стоп использовать я буду здесь возможно искать шортовые идеи с более короткими стопами потому что здесь у нас достаточно сильный глобальный вот этот выкуп который идет если посмотреть на некоторые акции которые входит в индексы смп 500 то они там в космос улетают каждый день взять же что к примеру амазон но это просто космос тесла этого я думаю что этот рынок если будет падать ну просто похоронить всех очень хорошо поэтому давайте на этом закончить на мыслях по рынку всем удачной удачной торговли сегодня на следующей неделе с вами был виталий культом до следующих обзоров до свидания обзоров кури王 в 中